Экологическая акция проходит в пятый раз. С каждым годом количество участников растет. В этот день 34 тысячи саженцев обрели новый дом. Я благодарю каждого, кто выбрал нашу акцию, кто сегодня приехал вместе с нами посадить дерево, кто посвятил свое время, свои силы на благо родного Одинцовского района, кто решил сделать его лучше. Каждый, кто присоединился к мероприятию, пообещал, что будет ухаживать за своим деревом и не остановится на этом, а ежегодно будет сажать хотя бы одно растение, чтобы легкие нашего района наполнились чистейшим воздухом. Хватит вырубать, надо сажать. Сегодня мы занимаемся тем, что мы даем новую жизнь, будут появляться новые деревья, красивые сосны, которые, я думаю, на этом всем поле будут очень красивы. И через определенное количество времени будем приезжать сюда, поливать и смотреть, как они растут. Акция отличная. Я вижу, что с каждым годом она набирает обороты. Приходит всеми членами семьи сажать деревья, а потом очень отрадно прийти, найти свою делянку и смотреть, как растут твои деревья. На самом деле радостно и приятно очень, что на сцене выступил, уже сказал, что занимаемся благим, нужным делом. И, как говорится, напрямую от слова к делу. Я вообще за охранность окружающей среды, животных, и мне это все очень интересно. И природа, она тоже зависит от нас в какой-то мере. С одной стороны, природа настолько сильная, что может и уничтожить нас, как мы. А с другой стороны, природу нужно тоже помолеть, растить, что мы сегодня и делаем. Основной площадкой акции стала территория Хлюпинского лесничества. Именно здесь караедом-топографом был уничтожен большой массив леса. Деревья спасти не удалось, пришлось все вырубить. Чтобы восстановить былое величие, 33 тысячи саженцев сосны были высажены на пустых полях. Такая настоящая уже армия людей неравнодушных, небезразличных к тому, что происходит на территории района. Людей, действительно, которым не все равно. И караед-типографы, о котором мы уже говорили много раз, уничтожил большое количество деревьев, растений в наших лесах. И восстановить его могут только совместно и жители, и лесники, и все, кому положено этим заниматься. Только вот такой большой, огромной команды. Здесь раньше был посажен лес, и я сюда часто приходил, допустим, зимой покататься на лыжах. А потом, когда его вырубили, я был в шоке вообще, почему. Но потом узнал, что здесь собираюсь посадить новый лес, и, ну, конечно, обрадовался. Сколько здесь много людей, и они все сплотились для того, чтобы посадить свое дерево, чтобы посадить несколько деревьев, и чтобы снова вернуть то величие этого леса. Анатолий Кучерина пообещал чаще бывать в Одинцовском районе, так как теперь здесь растет его дерево, которому необходимы уход и забота. Российский адвокат присоединился к акции и показал, как правильно сажать деревья. Это хорошо, в том числе и для молодежи, да и для нас тоже. Это определенное формирование позиции, отношения к природе, к лесу. Ну и вообще, выйти из кабинета и побывать на природе, и сделать полезное дело, на мой взгляд, это очень хорошо. Кто-то впервые принимал участие в экологической акции, а для других – это традиционное мероприятие, которое нельзя пропустить. Ведь только вместе и сообща можно справиться с любой проблемой. Вообще, это великолепнейшая акция, она поддержана всеми и членами партии, и сторонниками партии. Особенно в этом году, это год экологии России, у нас отдельный проект «Экология России», и все члены партии очень внимательно к этим акциям относятся и стараются быть в числе первых. Только личным примером бережного отношения к природе можно воспитать ответственных граждан района и страны в целом, считает глава муниципалитета. Там, где тяжело, я должен быть первым, там, где мы проводим акции, где мы что-то восстанавливаем, где мы сплачиваем людей, где мы созидаем, где мы даем какую-то радость и надежду людям. Мы там должны быть первыми. Это и есть миссия власти, и мы стараемся делать свою работу хорошо, поэтому везде первые. Главное условие, чтобы саженцы сосны прижились – хорошо их укоренить, а поливом займется сама природа. Уже через пять лет на месте пустого поля будет стоять молодой сосновый лес. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».